Евразийский союз Евразийский союз Евразийский союз Евразийский союз Евразийский союз Тут гораздо интереснее, по-моему, то, что Назарбаев в Минске только что сказал, что таможенных-то границ нет, а все равно товары не проходят из-за всяческих регламентов. Тут надо хорошо понимать, что пытаться объединить экономику, не объединяя компетенцию исполнительную, законодательную, то есть, считай, политическую компетенцию, это невозможно в принципе. То есть, отменили таможенную границу, но граница мясомолочная, определенная теми или иными регламентами, их там тысячи этих технических регламентов, ветеринарный там, и всех, и не перечислишь, эти же границы остались, потому что компетенции разграничены, и у каждой стороны есть свои органы, которые устанавливают свои правила. Мы, Казахстан, безусловно, и Россия в очень большой степени, и даже Беларусь в достаточно большой степени, на самом деле есть части совсем другой метрополии, сырьевой и валютной, монетарной метрополии, столицы которых находятся в городе Лондоне, в городе Вашингтоне. И в этом смысле нам политически объединяться, пока не вызрели основания, вот как я скажу. И прежде чем начать чего-то такое договариваться об общем экономическом пространстве, надо вообще договориться об общих политических задачах. Например, та же самая общая валюта и общая расчетная система, это же не технический вопрос, это на самом деле политический вопрос, зачем это нужно. Зачем должны быть, вызреть общее понимание, что мы хотим из этих трех союзных стран, плюс там еще и четвертый, и пятый, и шестой, они все равно должны присоюзиться, чтобы был комплексный проект. Вот. Чего мы хотим для себя? Хотим ли мы действительно развить свое сельское хозяйство на всей этой территории, чтобы не покупать ножки Буша? Вот. Или хотим мы и так оросить нашу Среднюю Азию, чтобы наконец тут опять стало много чего расти. Вот. Задач совместных много, но они пока и не осмыслены, и не произнесены вслух. Редактор субтитров А.Семкин